Кроссовер Kia Sportage нового поколения долго простоял перед дверью ведущий на рынок. В самом конце прошлого года российский офис компании Kia успел объявить стартовую цену – 2 миллиона 330 тысяч рублей за версию с автоматом. Более того, 21 февраля автомобили начали собирать на Калининградском автоторе, и до остановки конвейера на заводе успели выпустить несколько сотен таких кроссоверов. Но потом случилось то, что случилось. В итоге собранные автомобили встали мёртвым грузом на складах представительства. И эти запасы, наконец, решено распродать, навесив свежие ценники. Итак, в базовой версии корейский кроссовер теперь будет стоить 2 миллиона 900 тысяч рублей. За эти деньги клиент получит двухлитровую версию, оснащённую не автоматической, а механической коробкой и передним приводом. В списке оборудования значится кондиционер, шесть подушек, штатная медиасистема и некоторые другие приятности. Версия Comfort, которую весной хотели продавать за 2 миллиона с третью, теперь стоит больше трёх миллионов. Всего же приготовлены 9 двухлитровых модификаций. Ещё пять с мотором на 2,5 литра. И топовая версия облегчит кошелёк сразу на 4 миллиона. И это без учёта неизбежных дилерских накруток. Кстати, задержкой успели воспользоваться серые продавцы, которые начали привозить Sport AG нового поколения из Казахстана, Кореи и Эмиратов. Причём и с длинным кузовом, как у машин российской сборки, так и с коротким, как в Западной Европе. Но теперь этой дилерской вольнице придёт конец. Между тем, упомянутый «Автотор» по итогам 2021 года выплатил больше 130 миллиардов рублей налогов. Это на секундочку больше половины от всей суммы, что удалось собрать в Калининградской области. В этом году результат будет заметно хуже, ведь сборка BMW, Hyundai и Kia остановилась по причине логистических проблем и санкционных ограничений. Между тем, сама компания ищет новые способы выхода из жёсткого кризиса. Так, согласно планам, в 2023 году «Автотор» собирается запустить сразу 7 новых заводов для выпуска электромобилей и комплектующих. На новых мощностях планируется производить электродвигатели, тяговые батареи, инверторы, подрамники и многое другое, включая жгуты проводов и систему вентиляции. Кроме того, на основной площадке будет выполняться литьё из цветных металлов. Правда, в условиях санкций, когда, например, транзит товаров через Литву полностью не восстановлен, быстро организовать сразу 7 производственных площадок — задача сверхтрудная. Продолжение следует...